Добрый день! Сегодня мы хотим вам представить Владимира Крупко, руководителя Омского планетария. И мы расскажем вам сегодня о человеке, который живет в Омске, трудится для мячей. И мы начинаем. Добрый день! Добрый день! Что интересует вас больше всего? Но меняется постепенно. То есть ты взрослеешь, прошлое для тебя становится более интересным. Наверное, когда молодое, интересно будущее больше тебя. Мне сейчас очень интересно, вот сейчас так техника развита, сейчас мы уже летаем к планетам, летим к краю Солнечной системы. Мне бы хотелось посмотреть, что будет лет через то, допустим. Мне бы хотелось верить, что в будущем мы сможем побывать у других звезд, на других планетах. Я бы хотел присутствовать при этом очень сильно, честно говоря. Я думаю, что у меня еще есть время реализовать свою мечту, скажем, побывать на Луне. Я очень люблю Луну, я ее очень долго изучаю, всякие необычные явления на Луне с помощью крупных телескопов. Поэтому я Луну знаю очень хорошо, наверное, лучше, чем планета Земля. И если вы когда-нибудь полетите на Луну, берите меня с собой, мы не заводимся, конечно. Конечно. Вот прошлое меня сейчас начало волновать, прошлое моей семьи, как ни странно. Вот когда я был молодой, как-то это вот было, было. А сейчас мне интересно, кто были мои деды, прадеды и так далее. Вот такая история. Меня очень интересует прошлое Земли нашей, ее формирование, ее развитие. Это уже как бы с научной точки зрения. Но вот опять же это прошлое, будущее, все это философская вещь, это все может перед тобой разложиться прямо сейчас. На листочке ты можешь вот этой рукой дотянуться до прошлого, это и до будущего. Оно все перед тобой. Это вопросы твоей фантазии, твоих знаний. По поводу прошлого. Составляете древо своего рода? Я пытаюсь, но все сложно. Сейчас, вот именно сейчас у меня появился интерес лет, наверное, 10 назад. До этого как-то вот я не знаю, почему такого не было. Не знаю, плохо или хорошо, неважно. А сейчас я начинаю искать данные об этом. Спасибо. Много ошибок совершили? Есть какие-то поступки, от которых хочется спрятаться, окружить вину за них на другого человека? Нет, на другого никогда. Это вот когда ко мне ребятишки приходят, там коллектив, говорят, вот, Николаевич у нас, вот, то-то, то-то, у меня случилось. Я говорю, хочешь знать, кто виноват? Ну, конечно, хочу. Я говорю, вот там коридор выйдет, а там зеркало у нас висит. Налево поверни, ты увидишь того, кто виноват в том, что у тебя произошло. Поэтому, когда ты начинаешь разбираться в какой-то неприятной ситуации, в которой ты оказался, рано или поздно ты понимаешь, что ты сам так или иначе в этом виноват. Конечно, конечно, у меня были поступки, за которые у меня остается осадок. Но больше они связаны с животными. Я помню со своей юности, там, историю с котенком, который мне не помог. И котенок этот умер. И с тех пор эта история у меня до сих пор живет. Я считаю, что это один из самых неприятных моментов в моей жизни. То есть, мог вылечить, мог сделать так, чтобы он жил. А я переложил на других людей, а они не сделали то, что нужно было. У меня осадок остался. Конечно, как у любого человека, у меня были бы какие-то моменты, которые ты бы хотел подправить. Но я думаю, что без этих моментов не было бы то, что мы называем прекрасной жизнью, скажем, добротой и всем прочим. То есть, это как она направляет нас в нужную сторону. Поэтому, вот, многие говорят, что нет ни добра, ни зла. Собственно говоря, есть наше отношение к этому. И есть то, что живет внутри вас. Ты никогда не подумаешь плохо о том, о другом человеке, если не способен сделать плохо сам. Есть такое высказание, оно мне очень нравится. Поэтому я стараюсь не обвинять чем-то людей. Я их принимаю такими, какими они есть, либо не принимаю. Ну, и меня, наверное, так же. Кто-то принимает, кто-то нет. Я, честно говоря, очень впечатленный человек. Я, конечно, огорчаюсь, когда вещи происходят, когда люди тебя, ну, с моей точки зрения, несправедливо судят. Это обижает немножко. Такое бывает в планетаре, скажем так. Я сразу ремарочку вставлю, что у нас получается не просто при интервью, а у нас сразу получается такой мини-тренинг. Сейчас Владимир предложил такое очень хорошее, практически применимое упражнение. Возьмите зеркало, положите его в карман, и как только у вас встанет вопрос, кто же в этом динобах, доставайте зеркало и смотрите в него. И вы будете знать точно ответ на все 100%. А мы продолжаем. Можно ли вам подражать? И если да, то в чем? Я старался. У меня очень много учеников. Ну, сотни, может быть, даже тысячи. Они разбросаны по всему миру. И не только в России, у нас везде. Вот, и я старался научить их отношению к прекрасному, к музыке, к картинам, к разным, к космосу, к звездам, к походам, к красоте природы, которая есть. То есть, без этого жить просто невозможно. Вот сейчас весна, лето наступит, и у меня сердце рвется куда-то в горы, куда-то в пустыню. Ехать, и не просто ехать, и любоваться природой, а что-то искать. И вот этот дух, дух, скажем, познания чего-то, природы, себя, дух выживания в этой природе, он во мне живет постоянно. Я постоянно хочу бежать, что-то искать. Положи меня, скажем, там где-то на песочке около берега моря, и я через час умру от скуки. Вот это я пытался привить другим людям, и это у меня получилось. Они все считают, мои ученики, что очень легок на подъем, и поэтому они все поехали туда-то, поехали туда-то, поехали вот за город, у костерка посидим, а поехали на остров людей и птиц, на остров Пасхи туда-то, какая разница туда или сюда, вопрос возможностей. Хорошее качество, легкость на подъем. В одном из интервью Вы говорили, что Вы чудаковаты в каком-то смысле. Этому стоит подожать или нет? Сказать, Вы вполне увлеченцы, там имелось в виду, что там боретесь, с детства увлекаетесь, и постоянно бьетесь, бьетесь, бьетесь. Вот другим стоит, по-моему, подожать или нет? Быть тоже в какой-то смысле чудаковатым? Ну, я человек ненормальный. Нормальный это попендикуляр, это серость, неплохо, нехорошо. Вот поэтому в какой-то степени я человек ненормальный. А подражать нет, ну это же от каждого зависит. Кто-то для нас является объектом для подражания, кто-то нет. Ну, мне бы хотелось надеяться, что во мне что-то есть, что другой мог бы взять для себя как пример. Ну, не знаю, хотелось бы надеяться. А есть что-то, что Вас пугает? Ну, скажем, по-другому, Вас не страшат, потому что если Вы путешествуете везде, как бы по ходу жизни случается всякое, то есть это Вас уже не удивит. Но что-то же другое есть, что вот, что освобивает искрение и как-то заставляет переживать больше обычное? Ну, я уже объяснил, мне, к счастью, это бывает безумно редко, но заставляет меня переживать какие-то несправедливые суждения обо мне. Как мне кажется, может быть, какая-то давлительная в том есть. Я стал взрослее, я стал добрее, чем раньше. Раньше, как любой молодой человек, я был категоричен в своих суждениях, было черное и белое, сейчас масса херва между ними появилась. И я сейчас не могу сказать, чего я боюсь, но, по крайней мере, расстраивают. Ну, допустим, там звонит женщина и говорит, я хочу ребенка трех лет привезти в планетарий. Говорю, ему скучно будет в планетарии. Скучно, потому что у нас вот лекции от шести лет были, сейчас от пяти мы сделали лет. Она говорит, вот, вы никакой педагог, да вы не можете объяснить ребенка о космосе, да у меня все планеты знают. Он все это написал, там, значит, отзыв написал о такой, она не была в планетарии, она не привела ребенка, она поставила единицу, из-за чего там, скажем, наш рейтинг падает. А мне кажется, что я умею, умею доносить для людей эту красоту космоса, я стараюсь, я готовлюсь к каждой экскурсии. Я прихожу на экскурсии, которые я провел, скажем, сто раз, примерно, да, и я переживаю, все равно я пришел, я переживаю, потому что они все идут. По-разному, разные вопросы, разные люди, ты читаешь для тех, кто пришел, а тут тебя бабах, и ты никакой не педагог, не лектор, а коза. И ты понимаешь, что это не совсем справедливо, а переживаешь какое-то время, скажем, до сих пор, когда-то было несколько лет назад, я до сих пор этот случай помню. Вот, ну, к счастью, это махом, все плохое быстро забывается. А вспоминается только так, когда раз, вдруг, с чего-то, вот вы напомнили, я вспомнил, а так, все плохое быстро забывается. И я не помню того, чего я, скажем, боялся бы, там, войны, там, какой-то, атомной бомбы, там, падение астероида, ну, нет такого. А когда показывают, там, скажем, в кино, в зарубежных фильмах, там, кто-то со скалы падает, там, или еще что-то, они там дикорутся. И у меня несколько раз были ситуации на грани фола, когда-то, там, либо с лизняка слетаешь, там, либо ты, там, на последний пальчик, на камушке держишься. И вот эта грани, деляйте секунды от вопроса того и этого мира, ни разу не было, что ты, там, орал, что ты пугался чего-то, даже испуга, просто мозг начинает четко, активно работать, что делать, как выйти из этой ситуации, и ты стараешься выйти. Поэтому, вот, наверное, так, нет такого страха. Год назад я приводил к вам в планетарий своего племянника, ему 6 лет. Когда он вышел после сеанса, я ему говорю, Артем, ну как? Он говорит, я ничего не понял, но так интересно. И он ходил и очень долго рассказывал всем, что он был в планетарии, что было интересно, что там чего-то, там, ну, своим языком каким-то. Хотя вот там какую-то, может быть, текстовую, вот это вот, он не понял. Бывают экскурсии, когда приходят одни ребятишки маленькие, ты читаешь для ребятишек маленьких. Когда приходят и взрослые дети, ты вынужден читать так, чтобы было и теми другими интересно. Поэтому часть вещей ребенку может показаться неинтересной. Я как-то создал, а, очень-очень давно, когда я был молодой, умный, много ездил по всяким конференциям, симпозиумам там. И когда ты в город приезжаешь, там стараются тебе показать самые какие-то интересные вещи такие. Вот обычно в Москве конференции, большая часть проходила в Москве, и там около ВДНХ есть тело с космическим аппаратом наверху, под ним музей гризмонавтики. И нас сюда привели, девушки там, красиво женщины, рассказывали о кораблях, полетах в космос. Потом нас завели в маленькую комнатку и показали прекрасные виды природы под удивительную музыку. Это единственное, что я запомнил. Я потом много-много лет думал, чтобы в Омске о мечах что-то подобное сделать. Показать вот эту красотищу природы под очень красивую музыку. Сейчас так не хватает красивой музыки. Ну, включите телевизор, ну, одна попса идет. Вот столько прекрасной музыки, инструменталки, всего прочего. И у меня в планетарии, я купил цифровой аппарат, который создает вот этот объемное изображение, и я создал экскурсию по красотам космоса и под очень красивую музыку. Закончилась экскурсия, она расспрашивала, ну как? Они говорят, классно, здорово, но ничего не понятно. Тогда я опять поработал с фильмом, я подписал какие-то вещи, они говорят, классно, вообще здорово, но опять все равно ничего не понятно. И тогда я придумал вот систему, когда идет эта красота, и вы любуетесь все красотой, она вокруг вас все, а ты время-то время ступаешь, рассказываешь об этом, а потом уходишь, и они опять смотрят. Вот такой вариант. Поэтому, когда ребенок попал, может быть, экскурсия была для взрослых, такое бывает. Потому что, когда дети, я стараюсь вот смотреть, понятно, непонятно ребятишкам, и до каждого доносить это вещи. Ну, наверное, не всегда получается, к сожалению. Здесь ключевое было не то, что непонятно, а то, что здорово. Спасибо. Кстати, про детей, да, сразу. Как вы считаете, сколько в семье должно быть детей? Я не знаю. Вот у меня в семье какое-то отношение, все говорят, там семья, главное в жизни, все прочее. Кто-то из мудрецов, по-моему, сказал, если у тебя нет любви ко всему миру, то ты не можешь говорить о любви к детям. Если ты идешь с сумкой из магазинов, в которой там конфетки, там колбаса, а рядом стоит какой-то грязный голодный ребенок, а ты проходишь мимо него и не угостишь, не озаботишься, то о какой любви ты можешь говорить? Поэтому для меня нет разницы между теми ребятами, с которыми я в крошке занимался, и они для меня были безумно свои, и теми, которые у меня родные. Я не ставлю вот эту вот разницу кровью, так сказать. Для меня и те, и другие, это люди, которые для меня либо интересны, а не увлечены тем же, чем... Вообще не важно, чем ты увлекаешься, хоть фантики собираешь, но если у тебя это есть, ты удивительный человек, и ты везде найдешь чудо, и ты сможешь красиво об этом любому рассказать. Вот, поэтому, и сколько ты сможешь содержать людей, сколько ты сможешь сделать счастливыми детей, столько ты имеешь этих детей, хоть если ты можешь 100 содержать, ради бога, ты все имена запомнишь, перед человек максимум 100, где может человек запомнить его в голове своей, вот. Ну, то есть здесь я не вижу никакой цифры, но однозначно должно быть больше одного, чтобы детям было между собой дома интересно, чтобы они могли между собой общаться. Есть у вас настоящие друзья, и как вы отвечаете от коллег, приятий, товарищей, знакомых? У меня были настоящие друзья, а сейчас их нет, к сожалению, уже мы были всю жизнь вместе. Это друзья, ну, это люди, которым ты можешь сказать абсолютно все, и не бояться, что у тебя там будут проблемы с этим какие-то. Это люди, с которыми тебе просто комфортно. А вы знаете, как в той песне, дом это где тебя поймут, там где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Вот твой друг, это тот, где ты забываешь о плохом. Вот у меня родной брат Николай, он на Украине еще живет, это человек, с которым я ни разу в жизни не поругался, не поссорился вообще. Как только у нас начинает страхи закипать, сейчас в связи с этим отношением Украины и России, а он же там живет, а он из России туда уехал, и несмотря на это он считает, что мы неправы. Вот как только у нас накаляется разговор, а он альпинист, он скалолаз профессиональный. Ну я тут же, о, а вот в гору собираюсь, скажи, пожалуйста, какой там обувь, и все, тут же он начинает, он может полчаса отчасти объяснять, в каких фирм что брать, как лезть, что с собой, какие там веревки брать, карабины и прочее. Ну вот, да, поэтому, ну я думаю, что так вот где-то. Друг это вот, это очень близкий к тебе человек, безумно близкий. Ты ради него все сделаешь, и ради тебя все сделает. Друг это близкий. А нужен ли человеку враг? Ну, кто-то сказал, что если у тебя нет врага, то нет и друга. Я не согласен с этим. А зачем враг? Зачем? Чтобы тебе думать о чем-то плохом, думать, что, как, из ситуации из этого выходить. Ну, наверное, у кого-то появляются враги, может соседи там, может еще кто-то. Я стараюсь избегать этого. Если, когда я был молодой, может быть, там и в драх где-то кинулся бы, еще что-то. Сейчас я стараюсь этих конфликтов всех избегать. Хорошо. Если люди говорят, что у них есть враги, как вы считаете, количество этих врагов – это показатель характера человека или стечения обстоятельств, или еще что-то? Я не очень понимаю таких людей, потому что если у меня есть враг, я стараюсь об этом не говорить. Я вообще стараюсь не говорить, когда я чем-то болею, когда у меня что-то плохо. Я стараюсь... Они догадываются иногда, ученики, они тут же кидаются спасать меня. Но я стараюсь, наоборот, чтобы об этом никто не знал. То есть я считаю, что это черта, которая сделает меня немножко принизить в глазах других. Только когда человек раз так, что у него там враги и все прочее, я не очень понимаю. Хорошо. Кто из писателей, театурных героев вам ближе и почему? Есть какие-то игру из писателей? Герои, с которыми вы себя ассоциируете, может быть? Есть писатели, которых ты читаешь, и глаза бегут быстрее, чем вот в буковке там написано. Есть те, которые ты читаешь, и они через пень колоды там... Тот же Иванов, Россия, Русь изначальная. Я книгу читать просто не мог. А фильм-то он потрясающий. Я считаю, его один из лучших фильмов. И вот мы с своими друзьями, ну, раз на семь смотрели этот фильм. Просто потрясающий фильм о Руси. Я читал книгу «Засятка» Никитина. А «Засятка» это человек, который впервые вот реактивный там ракет. И когда я читал, мне было стыдно за свою жизнь. То есть этот человек, который воевал, который придумывал, который руководил там кучей всяких заведений и прочих. Я читал, я восхищался от его жизненном пути. Мне было немножко стыдно за себя. Классика, с классикой в школе я не очень дружил. Мне как-то скучно было. А потом, когда возрослел, я понял, насколько это безумно здорово и интересно читать классику. Я просто не готов был в школе для того, чтобы это воспринимать. Я вырос позже до этого. Есть фэнтези, там Роджа Желязный, допустим, который пишет просто безумно интересно. Меня интересует фантастика, эзотерика. Мне интересно... Я беру книжку, открываю, там, скажем, область, которую я разбираюсь. Я читаю, если мне не нравится, закрываю. Я, конечно, извиняюсь, но если я беру эзотерическую книжку, которая написана женщиной, я эту книжку не куплю никогда. Ну, например. Не знаю, почему она, вот практика мне показывает, что это так. Поэтому у меня огромная библиотека, на ротнику, ну, не меньше, чем здесь, на этой полке стоит. Сейчас мало времени читать книги. В основном читаю специальную литературу, которая касается физики, космоса, образования жизни, химии и прочего. То, что мне немножко в школе не хватало знаний в области химии. Мне органику, скажем, я знал отлично, а органическая химия что-то подкачала. А сейчас я читаю, это безумно интересно. Это настолько интересно, я просто, вот, это как фантастический мир какой-то. Мир клетки, мир животных, как организована жизнь на Земле. Это настолько такая фантастика. То есть, как природа это все создала, ты поражаешься этому. Ну, тогда наводящий вопрос, последняя книга, которую вы прочитали, и самая любимая книга? Ой, последняя книга, которую я почитал, я ее читал вот на природе недавно был. На природе я легкую обычную литературу читаю. Потому что, когда ты что-то серьезно читаешь, ты сидишь, там у тебя ручка, бумажка, там что-то записал, что-то посмотрел, там. А на природе этого нет. Я читал Головачева, фантаста. Василий Головачев, первые его восемь томов, которые у меня были. Он инженер, радиоинженер школы Ефремова. Безумно интересно писал о открытиях будущего, о мирах, о космосе, о свертке пространства. Он читал какую-то интересную, может быть, эзотерическую книжку, там, «Новая вселенная» Успенского, там, или «Лестница Шаданакара», там, допустим, «Занила Андреева», «Роза мира». Он брал эту вещь, а по ней создавал произведение какое-то. Это было настолько интересно. То есть, когда я такими необычными вещами занимался, я читал, скажем, от его «Смерч-2» по Успенскому, «Миры вселенной» Успенского. И я видел, что он описывает то, что проходил я в своих переживаниях, в жизни, в своих знаниях. Я считал, что это человек, который не прошел это, не может так написать, просто не может, потому что одно и то же мы видим, когда этим занимаемся. Вот я читал его книжку, последнюю его книжку. Ну, а потом приехал, залез в интернет и читал о «Новой вспышке Персии», совершенно необычной объяснительной, которую ученые еще не могут. Я кричал «Ура!», когда несколько марсоходов сели на поверхность Марса. Я даже пост там выложил, что это уже в безумное время. Единственное, что встречают, что вот где тут Россия, где вот эта надпись-то на марсоходе России. Китайцы сели там, Арабские Эмираты, американцы, Евросоюз. А мы-то где? Когда мы там будем? Мы были же за первым. С Марком сложнее. Да, то есть после высадки американцев на Луну мы стали как-то вот рисковать данные. А сейчас доля российской космонавтики оценивается примерно в 2% в мировом рейтинге. Это маловато. Маловато, да, маловато, да. О чем Вы мечтали в детстве и что вот в данное время уже исполнилось, а что так и не исполнилось? Есть что-то такое? Я в третьем классе улегся звездами. И с этим прошел всю жизнь. Я мечтал работать на хороших крупных обсерваториях телескопов. Мне повезло. Я был почти на всех крупных телескопах России и ближнего зарубежья. Я был на самом большом мире телескопе, БТА, большой телескоп из Моциального. Мы там фотографировали звезды. Я проходил практику почти на всех крупных телескопах Крымской обсерватории. Она моя родная, потому что я там прошел практику. И иногда это было очень скучно. Я же привык. Там вот ты любитель астрономии, ты можешь все, что хочешь. Ты можешь посмотреть на Юпитер, можешь посмотреть на Луну, ты можешь посмотреть на далекую галактику. А если ты профессионал, у тебя есть некая узкая область исследования, в которой ты сидишь там целый год, скажем, фотографируешь одну звезду, фотометрируешь, ее смотришь на повысила, изменила яркость. Лет 10 надо, чтобы какие-то выводы сделать. И поэтому там вот 2,5 метровый телескоп гигантский, огромный, диаметр 2,5 метра зеркала, самый крупный в обсерватории. И вот ночью техник приходит, он мне помогает направить телескоп на какой-то космический объект, а потом я, вот у него там дуга такая, который крепится, телескоп-вилка, так называемый, вилочная монтировка. Я на него так ложился, и двигатель вел телескоп вслед за звездами. Я там чуть ли не был, смотря на эти звезды, скучно для меня было это время. Но то, что я хотел, мне удалось. К детям как-то с детства тоже потянуло. Я в 7 классе создал кружок астрономический, дворовый такой. Потом в 9 классе городской кружок, и вот буквально несколько лет назад я своей ученице передал дворцовский кружок Смолянкина Ольге. Она кандидат наук уже, физико-математических. И она там с ребятами занимается, ездит в походы, на конференциях. Умница такая, молодец. Таких ребят очень много у меня. Что хотел бы я, я хотел бы две вещи еще, которые у меня не используются. Я хотел бы съездить на остров Людей и Птиц, около острова Паслин. Никуда, на земле больше туда хочу. Есть у меня культовое место на земле, которое я готов бежать в любой момент. Вот прямо сейчас, скажет, граница открылась. Я сейчас все побежал, мы собрались все вместе и уехали туда. А вот на остров Людей и Птиц хочу, и хочу побывать на Луне. На остров Людей и Птиц есть доступ? Есть, есть. Дорого, это, конечно, так дороговато, но можно. Это около Пасхи есть такой остров, все скалы которого покрыты изображением людей и птиц. Причем скалы эти очень настолько твердые, самая твердая порода во всей местности. И как сумели вылизать людей и птицы, кто это делал, когда и зачем это тайно. И мне вот интересно в этой тайне побывать. Потому что когда ты был маленьким, тебя привлекало все, что несет тайну. То есть я ездил там раскапывал динозавров, древних там ископаемых, с палеонтологами, с археологами. Мы там смотрели расположение культовых сооружений за Жиломской областью. У нас там Усть-Птара, под Большеречем и так далее. И сейчас мы хотим сесть в Монголии на кладбище динозавров. Потому что динозавры это то, что у любого ребенка вы видите практически. Динозавры это... И я когда был маленьким, я тоже мечтал на машине времени, куда-нибудь там туда. Раз, динозавры, там их нафотографировать, привезти, показать современным ученым, какие они динозавры эти были в то время. И сейчас бы не отказался, честно говоря. В каких ситуациях вы представляете одиночество, общение с людьми? Когда вам пришло быть одному, наедине с собой, со своими людьми? Вы знаете, вот общаешься с тысячами мечей, а потом у тебя всегда потрясающее желание куда-нибудь подальше. Поэтому, в отличие от всех нормальных людей, я еду туда, где никого нет. По пустынам, по морям, по горам. И ты когда уезжаешь в такое место, вот тут ты с небольшой командой, ты, может быть, пошел, посидел на камушке или на бархане, на соседней, посмотрел закат солнца и окунулся внутрь себя, под углом. Вот в таких походах ты как бы можешь быть один. А еще я могу подняться на крышу своего дома. Я специально покупал последний этаж. У меня есть ключ от крыши, на которой стоит телескоп своя, небольшая обсерватория домашняя. Я поднялся, посмотрел на звезды. Если стало скучно, я сел в машину, уехал куда-нибудь, вот под Кормиловку там на разъезд, разжег костерочек, скипятил чай, в машине всегда телескоп есть, ты его поставил, посмотрел на звезды, попил чайку, по философству. Подумал, ну вот это всегда притерпит. Спасибо. А у нас есть пару минут, чтобы посмотреть на звезды.